Привет, танкисты! С вами 40 тонн. В этом бою я на льве, потому что мы собрались пофармить клановым взводом. Вот нас трое, мы второй взвод. Двое из нас на премах восьмых, а один на першинге, ну тоже восьмого уровня, только не прем. И интересная расстановка сил, то есть у нас общий шанс на победу 34%, не очень радужно. Конечно, несмотря на то, что у нас так много тут фиолетовых лютых статистов в сетапе, у врагов, как вы видите, топы все зелененькие, а у нас здесь, ну вы видите, да, какой процентаж идет. То есть всякие мощные бронированные быстрые сильные танки, вот такой баланс сил, а у нас, ну в общем, как-то очень трудно будет вытащить. И, я думаю, вас заинтересовало название видео, сразу так вы, может быть, чего-то не увидите и чего-то не поймете, но уже в ходе боя постепенно, у 90, наверное, процентов из вас, начнут так слегка вытягиваться лица и округляться глаза, и вы будете спрашивать, а что это такое происходит? Вот сейчас я проехал по баганутой текстуре, у меня так получилось, видимо, из-за модов, там, не знаю, у большинства людей, я думаю, никаких проблем там с текстурой нет. И вот я иду занимать место, ускоренно сейчас подъеду, просто время ускоренное поставлю, лев, та еще машинка, для танцулек не предназначен. Так, ну и вот, как и, собственно, предвиделось и предугадывалось, враги заняли эту горку, я еду в кустик, тут расстояния достаточно, чтобы, в принципе, даже без кустиков стрелять, не будучи засвеченным. Так, ну и тут начинается довольно унылое кустосидение, там, говорят, Исапанцер любит сидеть в кустах, так я думаю, он был бы в восторге сейчас от этой игры. Вот так вот мы сидим и целимся, сидим и целимся. Так, 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 ну, потому что, понимаете, в таком бою, да, там, десятки, девятки ездят, слава богу, Буратино один и стреляет раз в 37,5 секунд примерно. Ну, то есть, насчет артиллерии тут пока все хорошо, но все равно под мощные стволы высовываться на льве, ну, что я тут сделаю? У меня перезарядка 10, видите, 10,13 секунды, поэтому лучше сидеть и стрелять, сидеть и стрелять. И вот я пытаюсь дамажить КВ-4, несмотря на то, что шанс повредить его отсюда в башню, как бы, довольно мал, но нужно все-таки пытаться, потому что, в конце концов, я выше его и есть шанс вогнать ему снаряд в крышу и пробить. Ну, тут трудно вообще, в принципе, он, как бы, снаряд летит куда хочет, ну, вот я там целюсь примерно в верхнюю часть, да, но снаряд ниже летит, там, четко в маску примерно полетел сейчас. Сейчас, и вообще там не понять, какие, какой рельеф, какое что. Вот видите, вообще промах. Тем временем уже становится вокруг интересно, я увлекся, не заметил вот этого Е50 совершенно, за что мне, не знаю, можете бросать меня тухлыми помидорами. И вообще мне нужно было, пожалуй, отъезжать задом и в это время целиться по Е50, потому что лев, медленный танк, и отъезжать задом, и на таком расстоянии сводиться, это абсолютно не вопрос. Для него. Но я решил все-таки сначала гарантированно выстрелить, точно попасть, и только потом отъезжать. Бывает, не всегда все сразу так идеально поймешь, потому что все-таки я не затачивался под такие бои. Зрители постоянно просят на арте кататься, как бы, показывать, поэтому в основном на арте. Как вы видели только что, командир со своим навыком вот этим специальным определил, что я, видимо, вынес ИСу третьему боеуклад. Он там уехал чиниться, если есть модуль починки. Очень веселая и интересная штука. На самом деле я практически никуда ее не ставлю. Это единственный танк, где, ну, просто 4 перка есть. Как бы, да, я для эксперимента решил поставить вот это. Так, посмотреть, будет ли оно мне чем-то полезно. А вообще, есть замечательное применение у этого навыка. Так делал мой младший брат, Мэтт Слеер, который фигурировал не раз раньше в моих видео. Что он сделал? Он прокачал КВ-2 с Шайтан Трубой, ездил с фугасами, калечил всех толстеньких танков. То есть, Шайтан Труба ведь не знает непробитий. Она дамажит всегда, в любом случае. И он прокачал этот навык, помимо остальных перков, чтобы радоваться, видя, что именно он там покалечил и что он снес. То есть, ба-бах, там обе гусеницы видят, что оранжевые, там ствол Кританут, там башня Климанута. Я уж не знаю, показывает ли оно экипаж. Возможно, что показывает. Я просто не использовал специально направленный этот скилл. Не затачивался под него. Но если экипаж тоже показывает, вообще замечательно. То есть, просто фан. Вот реально, люди, вашу любимую технику нерфят. Там, кто-то прокачал Мауса, его теперь все пробивают. Да, то есть, это ужасно. Там, артиллерию все качали, ее теперь порезали, еще дальше некуда. Тоже ужасно. А вот человек взял и фанится. Покалечил, посмотрел, что покалечил. Очень весело, я наблюдал за ним, как он играет. Море удовольствия. Ух, какой красивый лев. Ну, посмотрите, ну, класс. Отправлял, правда, в борт, попал в башню. Ну, дамаг, значит, дамаг. Как бы, ноль вопросов. Кто резво, он, конечно, убежал. На его месте я бы убегал еще резвее. Батчат у нас там до сих пор по склону катается. По-моему, вот я из боя еще помню. Его там ругали в чате, что он олень. Но, честно говоря, даже если кто-то мне докажет, что он олень, там как-то аргументированно, то в любом случае он еще жив, и за это ему честь и хвала. Потому что даже если сравнивать оленей, то живой олень лучше, чем мертвый, если он не дамажит вас. А, не-то всякие бывают. Так, вот попытки продамажить Е-75. Все это довольно печально. Там такие щелочки вообще, как туда забросить? О, СУ-122-54. Грозная машинка с такой клювом-нещелкой. Поводили вот этих советских. Так, бац-бац-бац, ура. Поприлетало ей. Замечательно. Вот ИС-3 выезжает. Давай же, эх, 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 зарядки не было. Медленно заряжается. Лев. Ну, хоть пробивалка какая-то есть. Черт, вот этот выстрел я помню. Реально я его помню. Ну, как же я ругался. Детишечки. Кто несовершеннолетний смотрит это видео, таких очень много. Даже не пытайтесь себе представить, какими словами взрослыми, матерными я ругался. Потому что это же автобус. Хоть это и не Ягдтигра, Яга 8.8, но не пробить его, о господи, это просто... Так, тут я специально бью вагоны, чтобы меньше было ему где прятаться. Вот он не выезжает. Я бью по цистерне, но тысячу лет я не пробовал вообще по ней стрелять и забыл, что не с первого раза она выносится. Попробовал по крыше его зацепить, но не получается. Это трудненько, а это ВБР. Просто ВБР, он или поможет, или не поможет. Так, ну Е-75. Там вообще непонятно что. Рельеф, трупы, там вагоны, там маски. Все это вместе. Я думаю, всем интересно, да, уже стало, что вокруг происходит. Ну-ка, увижу я то, что я хочу увидеть. Нет, не увидел. А, вот, вижу. Идите по небу, что проплывает. С такой довольно изрядной скоростью, кстати. И посмотрите вообще в целом, да, обстановочку. Ха, я думаю вам, ну не знаю, многим я считаю понравится. Этот мод, я знал о нем давно, но никогда не применял. А тут мне в личку написали, предложили попробовать, потому что красиво. И мне очень понравилось. На самом деле, должен заметить, наверное, он, ну чуточку-чуточку ресурса все-таки есть. То есть, в игре, когда вы играете, есть источник света единый. Да, вот солнце, которое, я там не знаю, оно совсем стационарно или все-таки чуть-чуть движется у разработчиков. Вот не дано мне это знать. Может быть и движется, но как-то очень медленно. А здесь, получается, каким образом? Получается, есть время суток в игре. Когда вы появляетесь в бою, у вас как бы 8 утра. Вот там, в бою у вас 8 утра. И настроено так, что 35 секунд игрового времени, да, ну то есть реального времени, это как бы час. То есть, вот час вот этих суток, которые в бою. То есть, прошло 35 секунд, вот уже не 8 утра, а 9 утра. То есть, прошло там 7 минут, да. То есть, почти 14 часов, там 13 часов прошло. То есть, с 8 утра там 13 часов. Это уже 9 вечера. И вот таким образом, получается, если бой затягивается до конца, то у вас еще и ночь проходит, и уже наступает утро. В общем, это довольно интересно. Я порылся в настройках. Хотел посмотреть, возможно, ну там, смотря как это все прописано, может быть, был бы способ настроить так, чтобы привязать это время к реальному времени. То есть, сколько у вас за окном, столько и в игре. Ну, чтобы, знаете, чтобы с компьютера брало время и как бы отображало в игре солнце в таком положении. Но нет. То есть, перенастроив этот мод, нельзя так сделать. Но пусть будет даже так. Мне очень нравится, мне интересно. Вот здесь классно. Мы воевали, так сражались. У меня уже остается вот всего сейчас 7 бронебойных и 3 фугаса. И тут появляется полная мышка, в которой там сразу ГВПшка, видно, сняла там 400 с чем-то. Но что с ним делать, с таким толстым и бронированным, я прямо не знаю. Если вы обратили внимание, я уже не раз надамажил танки в крышу. Потому что вот так стоишь сверху. И, ну, сверху вниз стреляешь. Ну, повышен шанс пробить вот именно... Так, а ну-ка, 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 ну-ка. Вот сейчас как раз пробую. Вот, видите? Классно. Получилось. Ура, ура, ура. Счет 10-10. И эта мышка у нас все десятые как бы погибли. Странно, что Буратино по мне так и не сработал ни разу. Эх, не пробил. Еще бы. Еще бы. Не пробил. А вот уже и светает, кстати. Ну-ка, увижу солнышко. Оно где? А, вон оно, видите? Солнце. И оно тоже будет двигаться. В общем, довольно интересно. Классно. Прямо настроение меняется вслед за этой окраской. Все это можно настроить еще. То есть, например, ночь можно сделать хардкорнее. Можно сделать так, что вы не будете видеть ничего. Но, во-первых, там вам придется морочиться разбираться с настройками. Я не буду этого делать там специально, потому что... Ну, меня и так все устраивает. А плюс, к тому же... Так, вот тут я застрял на вот этом рельефе проклятом. Он мешал мне тут езжать. И получил я дамаг от Мауса. Очень поднищенский. Так, так, так. Есть же пробитие и все. Я в безопасности. Почему Буратино не убивает меня? Да, так вот, еще одно. Получается, вот эти настройки освещения, да, и перемещения солнца по небу. Они отдельно прописаны для каждой карты. А карт много. Сколько там их? В районе 25, да? И получается, если вы хотите перенастроить там что-то, то вам придется копипастить эти настройки для каждой карты. Там рыться в файлах. Вот сейчас у меня все. Три фугаса. Вот один я выстрелил. Вот второй был. Не пробиваю. Карма 160. Это самое тонкое место. Сейчас я решаю куда-нибудь, ну, хотя бы в районе катка ему попасть. Может, хоть гусеницу собью. Что-нибудь такое. Ну, вот как-то... Ну, вот нет. И вы видите, я остался без снарядов. А вот, кстати, возле меня и снаряд от Буратино прилетел. Наверное, впервые за бой. И, кстати, учитывая, что там даже гусеница с этой стороны у меня не стала оранжевой, он, я не знаю, или настолько порезали, или он просто стоковый. В общем, это мне не дано знать. В итоге мы победили. Там у нас получилось у каждого во взводе более... Ну, там у кого две, у кого три тысячи по засвету. Урона там у... Вот сейчас едет Женя Бонд впереди меня. У него там три восемьсот. У меня две восемьсот урона. То есть, два, видимо, выстрела я нанес вслепую. Как-то так. Ну, в общем, все прекрасно закончилось. Девять. Вот сейчас десятый фраг будет на наш взвод. Классно, отлично. Я надеюсь, вам понравился мод. Надеюсь, понравился бой. Желаю вам всем удачи. С вами был 40тон. Пока.